Друзья, всем огромный привет! Коллега в работе дала мне очень интересный рецепт рыбки. Я пришла домой, приготовила, и мне он очень понравился. Сегодня у нас будет рыбка под шубой. У меня филе ментай. Я купила ментай, разобрала на филе и порезала порционными кусочками. Картофель, растительное масло, лук, помидоры, зелень, сыр плавленый, куриное яйцо, свежемолотый перчик и соль. Занимаемся рыбку с солем и перчем с обеих сторон. Свежемолотый перчик, чтобы наша рыбка была такая более ароматная. Переворачиваю. И хорошо втираю, чтобы каждый кусочек рыбки был хорошо у нас, так сказать, промаринован. Картофель натираю на крупной терке. Картошку по вкусу посолю. Вот мы картофель посолили, и он сейчас вытерет очень много сока. Потом этот сок будем отжимать, так как мне в картошке лишний сок не нужен. Беру большую лукавицу и натираю на крупной терке. Можно было на мелкой натереть, можно было нарезать мелким кубиком, но я считаю, что крупная терка – это самый оптимальный грябок. Наливаю растительное масло. Масло нагрелось, начинаю выкладывать рыбу кожей вниз. Муку стряхиваю, лишняя мука не нужна. Нормально будет. Крышку не закрываю, жарим рыбу. Снизу должна образоваться золотистая корочка. К репчатому луку добавляю зеленый лук. Ну, у меня мало зелени, конечно, можно было побольше. Далее. Два куриных яйца. Хорошо отжимаю картофель, как можно лучше. И перекладываю в чашку. И сейчас будем это сразу перемешивать и идём к плите. Так же, наверное, рыбка наша обжарилась. Картофель посолили, сколько он много выделил жидкости. Это сок картофельный. Нам вот эта лишняя жидкость никак не нужна в брызе. Поэтому нужно очень хорошо обжать картофель. Отжимаю. Друзья, обратите внимание, сколько много картофельного сока. Выливаем. Всё хорошо перемешиваю. И наша картошечка готова. Рыбка хорошо обжарилась. Переворачиваю аккуратненько. Обратите внимание, какая корочка у рыбки аппетитная. Самое в том, нам это и нужно, чтобы рыбка приобрела корочку. Поверх рыбки мы выкладываем картошечку. То есть, делаем своеобразную шубку. Вот таким образом. Так, слой не тонкий, нормальный. Ладно, нормально. Всё хорошо приготовится. Друзья, я уже готовила по этому рецепту. Поэтому всё нормально. Не переживайте. Всё у нас приготовится. Выложили. Так, вот сюда можно подождать ещё. Отлично. Закрываем крышку. Нагрев на средний. И жарим под крышкой, ну, минут 5-7. Потом будем переворачивать. Готовим. Рыбка обжаривается под крышечкой 7 минут. Нагрев на семёрку, на средний. Так, снизу она уже у нас хорошо подрумянилась. Теперь мне её нужно перевернуть аккуратно. Но так, друзья, чтобы не повредить картошечку. Берём и переворачиваем. Вот таким образом. Картошечку кладём вниз. Кстати, картошечка держится. Отличненько, друзья. Вроде всё идёт по плаву. Ничего не развалилось. Закрываю крышечку. Нагрев на средний. Готовим ещё минут 5-7. Чтоб картошечка снизу образовала такую золотистую корочку. Готовим. Под крышкой рыбка тушится ещё 7 минут. В общем, я вижу, что снизу образовалась корочка золотистая. Переворачиваю. Так вот, аккуратненько подцепила. Друзья, смотрите. Раз. И мне нужно перевернуть. Аккуратненько. Смотрите, вот такая у меня картошечка получилась. Корочка золотистая. Так, плиту сделаю немножко убавлю. На пятёрку. Друзья, последний штрих. Рыбка у нас лежит снизу. Поверх картошечки я кладу помидор. И поверх помидора укладываю плавленый сырок. Вот таким образом. Закрываю крышечку, нагрев плиты на средний и готовим ещё минут 5-7. Чтобы и помидоры пропарились, и сырок расплавился. Рыба под крышкой с помидорами и сыром обжаривается ещё 5-7 минут. Нагрев средний. И, в общем, она полностью готова. Отключаю плиту. И последний кусочек. Первую партию выложили. Сейчас начинаем готовить вторую партию. Друзья, ну что, давайте попробуем вот этот шедевр кулинарии. Вот рыбка, да? Как хорошо она держит форму. Ничего не развалилось. Боюсь, чтобы картошка не развалилась. Всё-таки картошки я не пожалела. Можно было, конечно, картошки добавить и поменьше. Но так как картошечку я люблю, я добавила так, как надо. Так сказать. Друзья, вот обратите внимание, что у нас получается вот здесь. Смотрите, как хорошо держит форму. Вот, снизу хрустящая корочка, картофель, помидор и сыр. В общем, побольше зелени добавляется. У меня минтай, это недорогая рыбка. А вообще можно использовать любую рыбку. Вы приехали на дачу, и у вас есть желание приготовить что-то в духовке. А духовки у вас на даче нет. Вы же можете приготовить на сковороде рыбку под шубой. Ну, оригинально смотрится, согласитесь. Когда я что-то готовлю, я люблю, чтобы на гарнире у меня была картошечка. А здесь два блюда в одном. И картошка, и рыбка. В общем, друзья, готовьте вместе с Еленой. Всем удачи, пока. Ну, а мы будем кушать. Это вкусно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!